Привет, земляки! В эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11». Наша команда всегда радуется, когда находит для вас что-то интересное, эксклюзивное и позитивное. Вот что мы отыскали для вас сегодня. Кайгородский спас нерукотворный. Это наша история. Коми-биенале. Как северный фестиваль дошагал до Москвы. Так ли? Кто мы? Где мы? Чему посвятил свой нероман Григорий Спичак? Совсем немного и подойдет к концу октябрь, а там и до Нового года рукой подать. Многие любят ту самую предпраздничную атмосферу. Яркие тени нарядных витрин на белых пушистых сугробах, сверкающие гирлянды на фоне чистого северного неба. Но не стоит недооценивать октябрь, у него тоже есть свои поклонники. И называют их плювиофилы. Такие люди любят дождь, запах мокрых улиц, звук капель и серое небо. Не знаю, в этих ли рядах сыктывкарец Федор Иванов, но его октябрьские фотографии однозначно вызывают интерес. Музыка Если влажность, туман и снегокаша на октябрьских улицах не тянут вас на прогулку, то всегда можно найти что-то интересное под историческими крышами и в стенах культурных храмов. Вот, например, 110 лет назад был создан Национальный музей Коми. Больше века здесь идет работа по сохранению уникального исторического и культурного наследия нашего региона. Сегодня в музее собрано почти 300 тысяч экспонатов. В рубрике «Это наша история» мы рассказываем о предметах, собранных в разных уголках республики. Сейчас вы увидите икону «Спас нерукотворный», привезенную из Кайгородка. В фондах Национального музея республики есть икона «Спас нерукотворный», которая изготовлена в конце 18-го – начале 19-го века. Ее передала жительница села Кайгородок Валентина Сергеевна Клинцова. Даже в век воинствующего атеизма вера играла большую роль в духовной жизни Коми. У многих в домах хранились святыни. В 1937 году в анкетах всесоюзной переписи населения последний раз был задан вопрос, считают ли себя граждане верующими или нет. Известно, что итоги переписи дали шокирующие для советского режима цифры. Треть городского и две трети сельского населения атеистической страны ответили «да». На Кайгородской иконе в середине 20-го века живопись была полностью утрачена, поэтому приезжий специалист написал традиционный с точки зрения иконографии образ Христа поверх предыдущего изображения. В самом Кайгородке в годы советской власти сохранился храм во имя нерукотворного образа Спаса. Долгие десятилетия он пустовал. Его открыли в 1999 году после реставрации. Это наша история. И еще о достижениях Национальной галереи. В этом году она стала одним из первых региональных музеев, где появилась коллекция работ художников современного искусства мирового уровня. И все благодаря первой коми-биеннале. Фестиваль прошел, но послевкусие от него ощущается до сих пор. Аукционист, арт-дилер и автор проекта «Арт-патруль» Юрий Амельченко побывал в республике Коми, впечатлился Коми-биеннале и создал о ней фильм. Премьера фильма прошла на днях в Москве. Это север, детка! С вами «Арт-патруль», друзья. Мы находимся на севере, в республике Коми, в городе Сыктывка. Здесь мы провели сумасшедшие три дня, в которые открыли первую биеннале современного искусства Коми. Мы приезжаем на север и открываем его заново. Глубоко копаю где-то в старине. Вам нравится все, что в Тевкаре, девчонки? Лучшие художники России. Вот они, они здесь. Север – это, в общем, цельный край. Я летел, не знаю, в каком направлении. Коми-сак Тевкар. Как видите, друзья, искусство обвиняет. Приезжайте к нам еще. Кто виноват? Что делать? К списку сакраментальных вопросов русской литературы недавно добавился еще один. Так ли? Это название новой книги писателя Григория Спичака. Сегодня он в нашей студии. Здравствуйте, Григорий Иванович. Здравствуйте. Ну, вот такое интересное название, не роман. Жанр, в смысле? Да, жанр. Ну, потому что он как бы, с одной стороны, по масштабу, его можно было бы назвать эпопеей, предположим, но я не стал называть эпопеей, потому что не получилось, не получилось то, что предполагалось. И я в книге объясняю это, сбила пандемия. Пандемия не дала возможность написать и масштабировать так, как хотелось. И поэтому в итоге книга оказалась соткана из обзоров, очерков, эссе. И, ну, эпопея не эпопея, но не роман. Ну, я так понимаю, книга современная, то есть вы описываете... Столетия, последние столетия. Нет, я этот ковид не описываю, я просто упоминаю этапы его, то есть как он вторгся в нашу жизнь и как остановил ход истории в каком-то смысле. О чем эта книга? Книга, книга это об истории Комикрая за сто лет, но не в привычной, там, не в вопросы хронологии, каких-то поминальников, выдающихся личностей, хотя все это есть. Главное, что формировало, что меняло характер, региональный характер. И вообще, есть ли мы отдельно? Вот есть мы и не мы, да, люди, люди Комикрая? Или это так условно-географическое название, да? И все ли мы одинаковые? Чем отличается не то, что там Воркута и Прелузия, а чем отличается, например, Книжпогост от Усть-Кулома? Или там Ухта от Прелузия? Григорий Иванович, а почему именно такое название? На мой взгляд, потому что мы, честно говоря, находимся в иллюзиях самих себе. Но это уже факт, да? Вот даже сам по себе отток населения, само по себе ложное представление, о наших перспективах. Ведь, можно сказать, два поколения обманулись, да? Обманулись по... И вот так ли мы представляем сами себя, так ли мы представляем свой край, так ли мы сегодня, так сказать, диагностируем ситуацию в попытках увидеть свое будущее, потому так ли. А как долго вы трудились над этой книгой? Чуть больше года, но на самом деле это не ответ, потому что фактуры там собрано очень много. И, конечно, как вы знаете, в свое время Шолохов ответил на вопрос, долго ли вы писали «Судьбу человека». Он сказал, говорит, две недели и всю жизнь, да? Ну, здесь примерно так же. То есть, ну, год по механической части, а так-то реально, конечно, материал собирал как годами. А много ли... Ну, понятно, что вы сказали много материала. Откуда брали материал? В архивах, в других книгах, находил в интернете, сверял что-то сам. То есть, там масса событий и фактов, через которые я сам лично прошел, да, или которые были на моих глазах. Потом, книга ведь... Это ведь не повторение того, что я прочитал и нашел, а это как раз часто опровержение. Своё восприятие. Да, что было, на самом деле, было не совсем так. И смотря с какого угла зрения прочитать события, да? Вот. Ну, вот поэтому, поэтому тут, как бы, источников-то много. Что-то сверял, что-то не успел сверить, а просто по общим разговорам там, да? Скажите, вы один трудились вот над этой книгой? Один, да, один. То есть, команды не было только... Не было, сам, да. А какой тираж у этой книги? Тысяча экземпляров, ну, для региона, по нынешним меркам это средний считается. Небольшой, но и немаленький. Сейчас тиражами выходят по 300 экземпляров. Григорий Иванович, большое спасибо, что пришли к нам в гости. Пожалуйста, пожалуйста. Остановись мгновением, ты прекрасна. Вот насовсем я эфир остановить не могу. Я не волшебник, я только учусь, но сделать небольшую паузу мне вполне по силам. Встретимся совсем скоро. Мы снова в эфире. Предлагаю не терять позитивного настроя, а лучше его наращивать. И вот, что мы приготовили для второй части студии 11. На боссу ногу. Как укоротить летающую тарелку. История большой семьи. Вместе весело шагать, играть и взрослеть. Охота на покрышки. Экологический десант в Эжву. Странное слово боссу. Он не имеет ничего общего с японской борьбой с умо или бразильской популярной музыкой. Это сокращенный вариант английского выражения both side use, что означает использование двух сторон. Относительно новый вид фитнеса боссу получил свое название в честь забавного тренажера. Он напоминает летающую тарелку, и его можно использовать с обеих сторон. Полусфера вверх или вниз. Интересно, на какой стороне прыгать легче? Узнаем прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Привет, обнимашки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем особенность боссу? Боссу – это функциональная тренировка. Мы используем на нашей тренировке балансировочную полусферу. Вот такую. Я никогда не занимался этим видом. Это вид фитнеса, правильно? Да, все верно. И основная цель такой тренировки – это улучшение естественного баланса, так как мы совершаем различные упражнения на нестабильной поверхности. Результат какой-то есть? Результат, конечно. Да, здесь очень такая комплексная тренировка. Она работает с координацией, балансом, силой, ловкостью, выносливостью, конечно же, с улучшением функции вестибулярного аппарата. В общем, это действительно многофункциональный инструмент. В чем преимущество боссу от других, например, видов фитнеса? Это же фитнес? Да, совершенно верно. Это одно из направлений фитнеса, очень популярное как раз таки потому, что тренируется баланс, координация, сила и ловкость. И это балансировочная полусфера, нестабильная поверхность. Она очень хорошо позволяет также тренировать мозг вместе с телом. То есть работает все? Да, все тело. И, конечно, это одно из больших преимуществ. И плюс еще, конечно, функциональность данной тренировки. То есть действительно, например, для людей более пожилого возраста это будет очень актуально. Какие-то простые движения, которые позволяют укреплять, улучшать баланс. Кому противопоказана эта тренировка? Есть ли такой фактор? Да, есть ряд противопоказаний, но они общие для всех видов фитнеса, для всех тренировок. Это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы. И также я бы не рекомендовала с большим избыточным весом людям данные тренировки. И, конечно, у тех, у кого есть какие-то заболевания опорно-двигательного аппарата, особенно в острой стадии. Но если вы знаете о каких-то ограничениях, как всегда, мы обращаемся к врачу, спрашиваем разрешение. И если все в порядке, то мы начинаем с базовых движений. Это самое главное – постепенно увеличивать нагрузку. Если вестибулярка работает плохо, как с этим быть? Я бы рекомендовала в этом случае тренировку в рамках персонального тренинга, чтобы ваш тренер мог подобрать действительно подходящие вам упражнения, учитывая те ограничения, которые есть. Но не исключайте этот вид, потому что действительно вестибулярный аппарат здесь будет работать, и это, наоборот, поможет вам в решении каких-то ваших задач и проблем. Сколько идет, Аня, тренировка по боссу? Ну, примерно. В групповом формате тренировка по боссу у нас занимает 45 минут. Она включает в себя основные, так скажем, все части любой тренировки. Это разминка, кардиоблок, блок силовых упражнений и укрепление мышц центра. И в конце, конечно же, заминка. Если вы используете в рамках персонального тренинга или для домашних тренировок, вы можете либо всю тренировку проводить на полусфере, тоже очень хороший вариант, действительно можно использовать разные положения движения, либо часть каких-то упражнений добавлять какие-то либо круговые тренировки, то есть разнообразие процесса здесь большое. Ну, с виду, кажется, все очень легко. Давай посмотрим, что будет на практике. Не так легко, а кажется, что тут полусфера. Аня, наша тренировка по боссу подошла к концу. Большое тебе спасибо. Пожалуйста, на здоровье. В общем, занимаемся спортом, друзья. Да, занимаемся. Приходите тренироваться. Пока. Сладости, открытки, печенье и галстуки. Это шорт-лист самых популярных подарков на День Отца, которые в этом году впервые праздновали в России. Но каждый день дети дарят папам нечто более ценное – свою любовь. И чем больше детей в семье, тем любви больше. Сегодня наш герой Иван Коюшев – православный священник, психолог и папа. Иван, расскажите, пожалуйста, как образовалась ваша семья? С чего все началось? У нас были долгие встречи, мы долго приглядывались друг к другу. Но после армии, когда уже вернулся, так как мы долго уже давно друг друга знаем, решили создать семью. Но это тоже процесс был небыстрый. Приходилось ухаживать долго. У вас сейчас в семье трое детей. Думали ли вы тогда, что станете многодетным папой? Было это и уже изначально, что я хотел быть отцом. Сколько детей, ну, сколько Бог пошлет. А что у нас будет трое детей, я честно не понимал, что такое отцовство, пока что не появились дети. Что, как вы считаете, в отцовстве самое главное? И насколько важно стать отцом? Отец. Без него не будет семьи. Это беда современного мира, где разводы становятся уже такой обыденностью. Без отцовщина. Это новый термин нашего времени. Без отцовщина. В отцовстве главное – отец. И, естественно, здоровый отец. Здоровый как физически, так и духовно. А что причина от без отцовщины, как вы считаете? Наверное, ну, понятно, что страна переживала разные непростые периоды. Но только ли в этом? В нас самих. Без отцовщина, она только в нас самих, от нас самих. Что мы хотим, то и заказываем от этого мира. Без отцовщина будет, пока что не произойдет осмысление, иными словами покаяние. Пока что мы так настроены думать, и это будет все так и идти. Как много времени вам удается уделять своим детям? Что их трое, в то же время вы священнослужители, в то же время вы еще занимаетесь работой с людьми, помимо службы в церкви. Не удается уделить время, как бы я хотел. Это честно. Вот беда моя личная, что дома редко бываю. И в то же время стараюсь выкроить любой момент, чтобы прийти домой, отвезти, привезти, чтобы частичку себя оставить в их памяти. Потому что время молниеносно проходит, оно, оглядываешься, и его уже нет. Чем вы любите заниматься в выходные? Ходить в кино, читать, встречаться с друзьями и близкими? Попариться в бане, наконец? Но есть те, кто даже в уикенд живет по заветам маленького принца. Помните эту цитату? Встал поутру, умылся, привел себя в порядок, и сразу же приведи в порядок свою планету. Эко-человек-паук из Сыктывкара, да, у нас есть и такой, собрал команду единомышленников и отправился на охоту за покрышками. Оказывается, у нас немало незаконных свалок именно с таким наполнением. Всего за полтора часа эко-активисты подняли со дна врага более 200 выброшенных шин. Только представьте, как они отравляют воздух и почву. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не первая охота на старую резину. Эко-человек-паук и его соратники мечтают увезти сотни шин в Москву на переработку. И сейчас продолжает сбор средств на фуру. Если хотите поучаствовать, найдите в поисковике персональную страничку эко-человека-паука под говорящим названием «Сделаем город чище». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом тепло прощаюсь с вами. Заряжайте своей положительной энергией весь мир и самых близких. Ну а мы встретимся уже завтра. Всего хорошего, Республика. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин